Эй, привет, у микрофона Саша, а ты зашел на канал Apple Explosion, и уже практически через месяц компания Apple покажет нам с тобой три новых айфона. Слухи, утечки и новая информация про эти устройства появляется чуть ли не каждый день. Именно поэтому в этом видео я решил собрать самую правдивую информацию по поводу трех новых айфон, которые будут в 2018 году. Я очень старался над созданием данного ролика, поэтому прошу тебя, мой друг, поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Теперь устраивайся поудобнее и погнали. Бро, перед просмотром этого видео я тебе рекомендую посмотреть прошлое видео, в котором мы обсуждаем все устройства, которые Apple покажет в 2018 году. Ссылка появилась здесь, можешь посмотреть и возвращаться на этот видос. Также, если тебе интересны старые слухи, но они тоже правдивые про три новых айфон, то есть тоже об этом видео на канале, оно появилось здесь. И, конечно же, я оставлю ссылку в описании. За месяц до презентации новых айфон, Бен Геськин выложил в свой твиттер фотографию трех новых айфон. Смартфон с одинарной камерой, это та самая бюджетная версия айфон с IPS дисплеем. И диагональю 6,1 дюйма. Большому айфон 10, который по слухам будет называться айфон 10+, и обновленной десятке, которая по слухам будет называться айфон 11, досталась двойная камера. Бен Геськин не всегда угадывает в яблочко, и поэтому на 100% я не могу быть уверен, что это достоверные фотографии трех новых айфон. Но вот то, что в этом году будет три новых айфон, это уже конкретный факт, с которым мы дальше разберемся. Один из разработчиков нашел в коде iOS 12 интересную картинку, и, судя по всему, на ней изображен айфон 10+, то есть увеличенная модель айфон 10. Сейчас справа ты видишь стандартный айфон 10, а вот слева его увеличенная версия, которую и нашел разработчик в коде iOS 12. И как мы можем видеть, он выглядит длиннее, но при этом он такой же в ширину. Чтобы у нас с тобой не оставалось сомнений, давай наложим одно изображение на другое. Итак, накладываем айфон 10 сверху на айфон 10+. Судя по всему, у старшей модели айфон 2018 года появится горизонтальный режим работы, аналогичный планшетам iPad и плюс версиями айфон 8 и айфон 7. И намеки на это были обнаружены в последней бета-версии iOS 12. Прошивка также подтвердила разрешение айфон 10+, 1242 на 2688 пикселей. При тестировании симулятора iOS и Xcode с таким разрешением были обнаружены оптимизированные горизонтальные раскладки для стандартных приложений. Ну и стоит напомнить, что все модели 2018 года получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор Apple A12. Face ID точно будет во всех трех айфон, об этом сказал поставщик технологии TrueDepth. Ну вернее официального заявления они конечно же не делали, но об этом говорит увеличенный объем отгрузок татчиков TrueDepth за последний квартал. Кстати, что касается Face ID, компания Apple добавит в следующий релиз своей мобильной платформы iOS 12 ожидаемую многими пользователями айфон 10 функцию. Поддержку распознавания пользователя по лицу Face ID в горизонтальном режиме. Проще говоря, чтобы произвести разблокировку по лицу пользователя, больше не надо будет держать смартфон вертикально. Также на днях в сети появилась фотография чехла для бюджетной версии айфон 10, то есть айфон 9. Кажется умельцы из Китая уже знают финальный дизайн устройства. И если верить этой утечке, то все слухи подтверждаются и в айфон 9 действительно будет один модуль камеры. К сожалению, это все, что мы с тобой можем увидеть с этого снимка. Но есть еще один интересный момент на этом фото, а именно подпись чехла. В ней написано, что этот чехол подходит для айфон 10 с экраном 6,1 дюйма. Видимо, китайцы сами не знают, как будет называться этот бюджетный айфон 9. И более того, мне кажется, что сама Apple еще не знает, как назвать это устройство. И совсем скоро они определятся с окончательным названием. Именно тогда об этом тоже появятся слухи, про которых я, конечно же, расскажу в следующем видео. Самый доступный смартфон Apple 2018 года будет оборудован не только жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, но и более крупным, по сравнению с айфон предыдущих поколений, объективом. Еще одно изменение коснется светодиодной вспышки. Она поменяет привычное расположение и будет находиться под основной камерой. Возможно, увеличение размеров камеры приведет к улучшению оптической стабилизации видео и повышению качества снимков, сделанных при недостаточной освещенности. Улучшенная камера станет несомненным преимуществом LCD-версии айфон 2018 года, поскольку, в отличие от других моделей новых смартфонов Apple, гаджет с диагональю 6,1 дюйма не получит OLED-дисплей и функцию 3D Touch. И производителю придется повышать его популярность за счет других приятных бонусов. Переходник с Lightning на 3,5 мм разъем есть во всех коробках с iPhone 8, 8 Plus, iPhone X и, конечно же, с семерками. Но вот в айфонах, которые выйдут в 2018 году, этого переходника может не оказаться. Компания, которая занимается производством этих переходников, сообщила о том, что у них нет в планах делать переходники для комплектации новых моделей iPhone. Apple всегда стремилась к беспроводному будущему и теперь хочет испортить всем нам жизнь. Но давай не будем спорить с самой богатой компанией в мире. Им же нужно еще Apple AirPods 2 продать. Кстати, про Apple AirPods 2. Про них есть тоже крутые утечки, которые мы обсудили в этом видео. Так что можешь на него нажать, посмотреть все слухи про Apple AirPods 2 и вернуться назад к этому видосу. А теперь к самому интересному. Аналитики уже примерно просчитали дату презентации новых айфон. И скорее всего это будет 12 сентября 2018 года. Еще есть маленькая вероятность того, что это будет 4, 5 или 11 сентября. Но опять же, скорее всего это будет 12 сентября. Эта дата презентации вырисовывается по логике, которой следовало Apple последние 6 лет. Они показывали айфон в первых двух неделях сентября. Не будем останавливаться на этом долго. Да, презентация скорее всего будет 12 сентября. Потому что на ней покажут и iOS 12, а Apple любит вот эту вот магию чисел. И скорее всего, да, все-таки айфоны покажут нам с тобой 12 сентября. А мы это совсем скоро проверим. Пока мы с тобой тут гадаем на кофейной гуще, какими же все-таки будут новые айфоны. Умельцы вовсю делают макеты по последним слухам. И вот сейчас давай посмотрим на самые лучшие макеты, которые я нашел в интернете. Мне кажется, что именно так будут выглядеть новые айфон. А что думаешь по этому поводу ты, пиши в комментариях. Но опять же скажу, эти макеты сделаны по последним слухам. И мне почему-то хочется в них верить, не знаю как тебе. И опять же, чтобы не было строча в комментариях, говорю, что я выбирал только самую правдивую информацию от надежных источников. И если с дизайном более-менее все понятно, то кто бы, блин, мог подумать, что Apple в новые айфоны поставит целые две сим-карты. Но кажется, что так будет на самом деле. В коде iOS 12 нашли этому полное подтверждение. Компонент системы, который отвечает за формирование диагностических отчетов, включает состояние сети второй сим-карты. Также есть ссылка, которая говорит о том, вставлена ли вторая сим-карта в лоток. Другой компонент системы ссылается на двухсимчатое устройство. Это все явно указывает лишь на одно. В новых айфон будет две сим-карты. По слухам, в одном лотке будет стандартная сим-карта, а во втором Apple SIM. Такая уже используется в iPad и Apple Watch. И, понятное дело, России этого не коснется, так как в России просто нет Apple SIM и она тут не работает. На одном из очень известных ресурсов Slash Leaks опубликовали заднюю панель iPhone 9. Да, это та самая модель с экраном 6,1 дюйма. И если на прошлых снимках, которые утекали в сеть, было видно, что это макеты устройства, то тут возникают некоторые вопросы. Решил ли кто-то заморочиться и установить стеклянную заднюю панель в смартфон? Кроме того, боковые грани устройства выглядят очень аккуратно. Да, есть небольшие заусенницы в верхней части корпуса, но грани реально не выглядят как на макете. Вспышка весьма нетипична для дешевой подделки и выглядит как реальная трутон вспышка. Вопрос только в камере. Лично я не вижу там линзы. Ну а после более детального анализа, я понял, что данное фото просто фейк. Ведь видно, что это хорошо отфотошопленный iPhone 8, да и сфотографировали его, скорее всего, в Apple Store. Ведь если присмотреться к фото, то можно увидеть, что кто-то просто хорошо поигрался со вспышкой в фотошопе. Если верить инсайдерам, то стоимость новых айфонов может оказаться следующей. За iPhone X Plus будет установлена цена в диапазоне 1000-1200 долларов. Обновленный iPhone X обойдется в 800-950 долларов. Ценник на бюджетный iPhone с экраном 6,1 дюйма и IPS дисплеем по заявлению аналитиков не превысит 800 долларов. Ну что, друзья, это были самые последние и, по моему мнению, самые правдивые слухи, которые крутятся вокруг iPhone 2018 года. Я буду и дальше делать подобные видео по мере появления новых слухов, поэтому поддержи меня, пожалуйста, лайком. Еще я прошу тебя подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые крутые и интересные видосы. Также у меня есть Telegram, Instagram, Twitter, все ссылки есть под видео. Там ты найдешь новости из мира Apple, они очень интересные. Пожалуйста, скинь это видео своим друзьям, пусть они знают, какими будут новые iPhone. На этом у меня все, думай иначе, пока. Субтитры сделал DimaTorzok